Съезд Единой России оказался в тени более ярких, более убедительных событий. С одной стороны, послание президента, с другой стороны, выступление Путина в прямом эфире и общение в прямом эфире с российским обществом. Да и на самом съезде, в общем-то, красивые события вроде отказа Рамзана Кадырова поехать на этот съезд ради того, чтобы посмотреть футбольный матч, насколько я могу судить. И с другой стороны, двое делегатов этого съезда, которые провалились сквозь модернизированный инновационный пол, который забыли просто настелить, и они упали с трехметровой стороны, с трехметровой высоты. А может быть, не забыли, может быть, это была экономия денег, такой знак кризиса, может быть, это был дизайн такой. Но так или иначе, два человека упали, по крайней мере, одна женщина-заместительница Материенко в больнице. Это все яркие события заслонили существо съезда, а существо заслуживает внимания. У Единой России впервые за 10 лет ее существования появилась идеология, по крайней мере, внятная идеология, которая имеет название, название сногсшибательная. Консервативная модернизация. Для того, чтобы, так сказать, прикрыть этот сногсшибательный тезис, говорят еще о русской модернизации как идеологии, российской модернизации как идеологии, но исходный тезис – консервативная модернизация. Значит, коллеги, это не модернизация консервов, это не переклейка других этикеток на банки, которые многие из нас по старой памяти все еще закатывают сами. Нет. Модернизация – это изменение, это решительное обновление и приведение чего-то в современное состояние. А консервативное – это сохранение того, что было раньше. Получается классическая катахреза типа «горячего холода», «научного коммунизма», «научной религии» и так далее. Приятно, когда у правящей партии такая идеология, чуть не сказала, такая религия. Но удивительно, что эта катахреза при своей формально-логической бессмысленности, на самом деле, она идеально точно выражает стремление не только Единой России, но и всего нашего правящего класса. Стремление такое же, какое было на излете Горбачевской эпохи. С одной стороны, чтобы все было по-старому, чтобы мы делали все, как мы привыкли делать, и чтобы все было только у нас. Чтобы ни с кем, ничем нельзя не делиться ни при каких обстоятельствах, потому что самим не хватает. А, с другой стороны, чтобы все менялось к лучшему, менялось к лучшему очень быстро. Чем это кончилось при Горбачеве, мы все знаем. Чем это кончится при Медведеве, посмотрим. Нужно еще учесть, что есть серьезный внешний фактор. Проявился очень жесткий интерес Запада к тому, что происходит здесь у нас. Дело в том, что западное сознание немножко отличается от нашего. И для западного сознания неважно, кто прав, кто виноват. Это все для публики. Для него важно, что мне, как представителю западного сознания, будет за поддержку хороших ребят против плохих ребят. Поэтому пока нам рассказывали, что там руководство страны плохое, а вот кто-то там хороший, это все мелочи. В конце октября впервые в одном из аналитических докладов одной из аналитических контор, наряду с безумным количеством фактических ошибок, ну, по-английски действительно сложно не сказать глупость про Россию, была сказана очень важная вещь, что есть пряник для западных структур, которые будут вмешиваться во внутрироссийские дела. Они получат приватизацию. И 72 миллиарда рублей, как предусмотрено в законном бюджете, а значительно большую, потому что пойдет, если победят плохие, если победят хорошие парни, то есть новые либеральные фундаменталисты, как в 90-е годы, Запад получит приватизацию, во-первых, государственного имущества, которое действительно увеличилось в результате кризиса, и во-вторых, тех компаний, которые формально-частно, но на деле контролируются так называемыми силовиками. Раскулачивание силовиков в интересах либералов и западного бизнеса, это тоже элемент пряника для Запада. Появление такого пряника неминуемо приведет к реакции глобальных финансовых групп и обслуживающих их политиков. Это означает, что Запад потихонечку начинает вновь становиться участником нашего внутриполитического процесса, как в 90-е годы. И это качественно меняет внутриполитическую ситуацию в России. Пока еще не изменило, но изменит, я думаю, в течение полутора лет. Вот это первая тенденция, первые изменения уже начались. И это серьезно усугубит тот деструктивный потенциал, который откроет в себе выбор катахлезы, выбор консервативной модернизации в качестве идеологии, официальной идеологии нашей, по сути дела, единственной политической партии.